доброго временных суток друзьям приветствую всех на канале ирзон game и сегодня мы с вами посетим вновь открывшийся проект который называется rp кома данный проект находится на базе игры gta 5 и расположен на мультиигровой платформе rage mp ну а как это выглядит вы сейчас видите ну и мы будем это дело все рассматривать и начнем конечно же по традиции с меню персонализации который выглядит вот таким вот образом как вы сейчас видите здесь идет наслаивание одного меню на другое то что справа это меню рабочего занятия там даже написано по моему тракторист кстати такой работы я на проекте не нашел но это менюшка загорается ну а слева находится само меню персонализации до наслаивается одно на другое но пока поговорим о меню персонализации которая сделана очень скудненько все что вы можете это выбрать пол своего персонажа и родительская принадлежность то есть мама папу можете выбрать и если вы потянете за ползунок схожести да если там вы хотите чтобы вас персонаж был похож больше на маму или на папу и и потянете этот ползунок то начнет двигаться и ползунок и вся картинка в целом как это сделано как это работает я понятия не имею но движется и ползунок и вся картинка в общем то вы сейчас это все можете понаблюдать тянем вправо влево видите гоняет картинка туда же туда-сюда вот так вот это сделано ну и естественно поверх моего персонажа повисла вот эта вот табличка с рабочим занятием зато можем познакомиться как это выглядит на этом проекте вот так вот это сделано я поковырялся в группе вконтакте и увидел что еще месяц назад люди делали скриншоты того что эта табличка загорается и не гаснет месяц назад я зашел сейчас и вот пожалуйста как бы все что сделали разработчики сейчас перед вашими глазами то есть она как не гасла эта табличка которая вообще непонятно откуда взялась так она и не гаснет не очень дружелюбное приветствие этого проекта не очень хорошо он встречает новых игроков я бы сказал наверное так начинается все с каких-то косяков опять же таки проект находится в бы ты но как же как же без об это как же любят у нас называть все все что не смогли сделать об это ведь нельзя же да на первоначальных в парах вот это вот обнаружить и исправить нужно это называть открытым бета-тестом без этого же никак правильно ну вот так что заходим на проект и любуемся на эту табличку который так и не погаснет до того момента пока мы не перезайдем ну что ж придется все-таки перезайти потому что смотреть на этот проект через призму вот этой вот таблички но это дело такое поэтому давайте перри заходить надо наверное сказать что в моей практике перри заход на первых минутах появления впервые в моей жизни ну и перед перри заходом да давайте посмотрим а что же здесь по карте а карта это рыдага это обычная старая урезанная рыдага которую в общем-то мучает уже не один раз я об этом говорил видно уже по оформлению этой карты до поменяли иконки но сути рыдаги не изменилась это старый урезанный redage в общем-то ну а чего еще будем от этого проекта ожидать если уже по карте понятно что проект не самобытный это обычная старая рыдага ну ладно сейчас будем перезаходить потому что табличка никуда не денется и надо с этим делом как-то бороться ну и наверное точно также и должен добавить что просто выход из игры не помогает меню выхода зависает наглухо и без волшебных кнопок alt control delete ни хрена не выйти из игры поэтому вот такая вот у меня сложилась ситуация на первых минутах этого проекта который конечно же в бт а для меня действительно остается загадкой почему же у нас так принято всю свою рукожопость выкладывать на показ и называть это о бт про который я не раз говорил что у аббревиатуры открытый бета-тест о бт есть свои терминология это предрелизное состояние проекта на котором вы являются мелкие изъяны которые не влияют на игровой процесс давайте же посмотрим какие изъяны здесь есть ну и вот что я увидел после перезахода на данный проект а первым делом я открыл меню персонажа ну вот что я увидел в инвентаре во первых есть разделительные полосы до которые делят а вот это вот менюшку на некоторые категории так вот одна из полос например нахлёстывается на то что у меня находится в инвентаре ну и сам инвентарь во первых очень мелко и посмотрите сколько у меня уже нагружено всего в инвентаре да но через какое-то мгновение все это куда-то пропадет что это почему так не знаю ну и посмотрите на то как это выполнено да все очень очень мелко почему вы экономите вот это вот место вы оплачиваете по сантиметрам свой монитор я не понимаю почему так столько места пропадает и такие мелкие иконки почему зачем неоднократно задаюсь этим вопросом и постоянно наталкиваюсь вот на то что вы сейчас видите даже сдвинуть вот этот блок с инвентарем чуть правее не догадались ну или эту разделительную полоску сдвинуть чуть чуть левее тоже не смогли я лично никак не могу назвать это об это действительно но если вы не понимаете что такое об это наберите в поисковике или википедии и почитайте что же такое об этой открытой бета-тест а это я считаю что это просто демонстрация того как не надо открывать проекты демонстрация косяков какие можно встретить на первых минутах появления на данном проекте но это точно не о б т ну ладно подвижемся дальше и дальше у нас . аренды транспорта есть мопеды есть вот такие вот автомобильчики денег дается очень мало стартовый капитал вы его сейчас можете видеть он нарисован над миникартой ну и вот стоимость автотранспорта по экономике у меня вообще есть отдельный ряд претензий но это я думаю даже рассматривать я не буду просто по той простой причине что это не уникальный не интересный проект а просто задрюченная рыдага но надо сказать что есть на этом проекте не такой недоквест то есть первый бот на встречает в аэропорту посылает к следующему боту который стоит возле мэри второй бот который возле мэрии говорит иди и купи сим-карту вот покупаем сим-карту и возвращаемся обратно к этому боту и он вам говорит ну а теперь иди устройство на работу вот и вся квестовая линейка которая есть на этом проекте поэтому больше к ней обращаться не будем ну и как это выглядит мы сейчас в общем то видим но благодаря этой недоквестовой линейки мы зато можем посмотреть как выполнен магазин ну и надо сказать что хуже магазина я честно говоря не могу припомнить как это выглядит вы сейчас видите просто надписи никаких картиночек опять маленькая убогенькая менюшка опять почему-то экономия видимо какого-то мониторного пространства я не знаю почему так все мелко просто надписи просто цена ничего такого здесь нету более худшего действительно я сейчас даже и не припомню меню но помните вначале я говорил что если открыть инвентарь то весь инвентарь был завален каким-то вам пиццами каким-то непонятными рисунками так вот теперь когда я открываю свой инвентарь этого всего уже нету что это такое откуда это взялось куда это все делать хрен его знает но все-таки симку мне удалось купить она видимо активируется автоматически потому что в меню в инвентаре них ринатины больше нету ну а как это выглядит вы опять все увидите своими глазами после покупки этой симки которая автоматически активировалась возвращаемся в мэрию к тому боту по которому я уже говорил показывать его не буду ну и заходим вовнутрь ну а внутри что можно увидеть на задрюченной рыдаге естественно меню работ которая уже ну действительно вызывает какие-то рвотные позывы не знаю как у вас отношение к этим рабочим занятиям я их уже видеть не могу не электрика не газонокосильщика не все из этого списка поэтому показывать их я а в очередной раз не буду и кому интересно зайдите посмотрите как это выполнено я как только увидел эту менюшку она даже не переделанная вот какая есть кстати она еще и баганая потому что она автоматически срабатывает и если вы хотите выйти она отключается и опять срабатывает отключается опять срабатывает кончено менюшка кончены работы заниматься этим я не буду но на проекте есть и еще какие-то занятия так например есть занятие грузчика есть занятия строителя по крайней мере эти рабочие занятия я увидел тракторист который был в самом начале менюшка трактористы выскочил да как я и сказал я не нашел я не знаю куда они его запрятали что за тракторист я его не нашел скорее всего нет такой работы на этом проекте но движемся в сторону строительной площадке но перед этим пытаемся понять а если здесь точки аренды до точки аренды есть но вот где они расположены знает только сам автор потому что их всего три или четыре штуки и они вообще в таких местах где нахрен они не нужны эти точки аренды во всех ключевых местах как и на всех рыдаках которыми уже поиздевались нету аренды транспорта поэтому когда вы приезжаете на рабочее занятие через три минуты аренда заканчивается и дальше будьте любезны побегать пешочком потратить своем на драгоценное время ну ладно переходим к работе строителя про которую в общем-то мне и сказать то нечего я думаю что будет немножко другой скрипт но я у когда увидел что это за скриптик такой сразу же вспомнил я его показывал неоднократно и это как символ кончености проекта наверное вот эти вот рабочие занятия не я не встретил ни одного нормального проекта который использовал бы вот эти вот рабочие скрипты скрипты бесплатные и поэтому их используют только вот на проекта где не хотят тратиться на подготовку проекта в каком-то красивом хорошем интересном или уникальном виде а просто вот качают их и ставят скрипты дешевые ну даже не дешево они бесплатные скрипты кончены они не недоделаны как они выглядят сейчас вы видите мы подходим на точку берем мешок я показывал что есть такая же работа я хотел найти видео где это неоднократно показывал но просто поймите меня этот проект не стоит того чтобы я тут ковырялся в своих видео искал какой-то материал и делал видео вставки действительно но не стоит он того но данное рабочее занятие я показывал неоднократно и неоднократно говорил что этот скрипт валяется в интернете он нахрен никому принципе не нужен потому что он конченый он конченый по нескольким причинам во первых он не продуманный он не оптимизированный а во вторых у него отсутствует анимация я показывал этот скрипт где вот к руке был приклеен вот такой маленький мешочек как вы сейчас видите а еще и есть в этом же скрипте другие мешки но правда на этом проекте их вырезали они действительно смотрятся по-идиотски огромный мешок приклеен к руке и и вы с таким мешком ходите я это показывал действительно неоднократно это как символ кончености проекта то есть если вы заходите на проект и там есть вот это рабочее занятие идите оттуда спокойно идите не тратите время так вот здесь эти скрипты стоят естественно в глаза бросается то что у авторов нету навыков они не могут ничего сделать с этим скриптом здесь нету видимо скриптеров потому что его надо разбирать скрипт надо разбирать переделывать наклеивать на него хорошую красивую анимацию менять положение предмета менять сам предмет расположение этого предмета накидывать грамотную подходящую анимацию ну а то что вы сейчас видите вот то что вы видите это действительно бесплатный скрипт который валяется в интернете можете скачать любой из вас он здесь присутствует вот такой вот рабочие занятия по деньгам и потому как это сделано я тоже уже показывал до оформление здесь поменяли но принцип этого скрипта остался все тот же есть три категории все эти категории надо проходить чтобы получить первый уровень вам надо пробежать 250 точек я осилил всего по моему 35 ну не хватает у меня уже сил заниматься вот этот мастурбой на таких вот проектах действительно не интересно скучно не сбалансировано не продумано не интересно что самое главное не интересно даже посмотреть не на что к руке приклеен какой-то чмошный мешок и вот ты с ним ходишь даже и мешок-то не похож ни на что хотя по смыслу там надо нести носить цемент но где вы видели мешок с цементом вот такого вида ну ну чушь в общем чушь горбатая которую налепили вот на этом проекте долго естественно я этим позаниматься не смог но как я и говорил заканчивая рабочее занятие свое до заканчивая смену или там как это хотите так и называйте да мы отказываемся от рабочего занятия и дальше как я и сказал пешком точек аренды нету то есть они есть но где они и до них столько надо бежать что нету никакого смысла гораздо проще бежать уже в том направлении куда вам надо добраться поэтому начинаем бегать пешочком но когда я побежал с этого рабочего занятия я наткнулся вот на такую вот хрень вы можете заметить что я стою посреди дороги а у меня написано нажмите букву е для взаимодействия и вот таких вот мест я нашел как минимум четыре на всей карте просто идешь идешь и вдруг раз нажмите букву е для взаимодействия что это такое я хрен его знает если честно просто каких-то триггеров накидали и забыли их видимо убрать почистить триггер срабатывает но взаимодействия нету ну вот такая вот ситуация на данном проекте опять же таки да это на стадии разработки то нельзя же выявить конечно же нельзя но надо открывать об это и мучить игроков как у нас это принято уже неоднократно я показывал ну ладненько двигаемся дальше а дальше я просто для того чтобы убедиться что это старая задрюченная рыдага прошелся мимо работы курьера но здесь он называется почтальон и вот вы видите что он располагается в том же самом месте где и когда-то располагался на проекте redage то есть в прачечной но называется он почтальон и даже не переведены точки как видите на английском языке то есть это совсем старая ранняя версия рыдаги ну устроиться на него мы не можем потому что нужен второй уровень а я даже первого получить не смог у меня 0 уровень за все это время проведенный на проекте я так и не смог хотя бы первый уровень апнуть есть еще работа курьера но она тоже в общем-то со второго уровня как она выглядит я не знаю но я просто думаю что это control c control в то же самое на мопедке будете возить какие-то посылки вряд ли здесь что-то будет уникальное но к сожалению посмотреть на это я не смог то и другое рабочее занятие требует второго уровня а получить его не так просто ну и соответственно движемся дальше а дальше у нас рабочее занятие которое называется грузчик и данный скрипт грузчика идет всегда в купе с тем самым скриптом на строителя выглядит точно также неадекватно и чмошно как и работа строителя то же самое один в один . а . б но здесь хотя бы в одной плоскости в отличие от работы строителя где надо бегать еще и по этажам но проблемы все те же анимации отсутствуют и к руке приклеивается вот такой вот как вы сейчас видите агромедный ящик я показывал уже и этот скрипт и скрипт работ рабочего настройки я это все показывал и всегда прикалывался над тем что никто не может исправить скачивается скрипт устанавливается на проект а исправить его никто не в состоянии нужен скриптер здесь его соответственно нету потому что ну выглядит это все вот так вот как вы видите просто к тыльной стороне ладони персонажа приклеен огромный ящик который больше чем персонаж блин и он снимут бегает спокойненько с приклеенной рукой вот так вот это выглядит опять какая-то горбатая чушь к сожалению как я сказал если заходите на проект видите вот это вот херобору идите спокойно с этого проекта значит здесь ничего хорошего вы не увидите но они здесь есть выглядит вот так вот здесь еще и накосячено чего-то с освещением потому что вот вы видите в небе висит фонарь не знаю как они его так повесили куда-то непонятно куда но свет здесь преломляется пересхлёстывается друг на друга освещение висит в воздухе ни к чему не прикреплено ну вот то что вы видите то и видите вот такое вот рабочее занятие как я уже и сказал эти два скрипта они идут в купе то есть если есть рабочее занятие строителя будет свои рабочее занятие грузчика тоже оплачивается все копеечно тоже много надо пробежать точек тоже по моему 250 я уже даже не я на этом рабочем занятии просто снял вот несколько кадров чтобы показать я это херню уж извините заниматься не могу ну чушь собачья блин и не хочу я это даже и видеть бред и визуальный бред и экономический да вообще полный бред они скрипты поэтому вот такое вот есть здесь рабочее занятие кому хочется зайдите поиграйте а я уж извините этой хероперденции заниматься не могу но кстати говоря на сайте в группе вконтакте у них есть статья наши фишки и вот это вот вы сейчас то можете прочитать это рабочее занятие у них считается фишкой ну и вообще все фишки вы можете почитать так например здесь не привязано реальное время здесь свое время идет на сервере это тоже у них считается фишкой ну и рабочее занятие это тоже уникальная фишка этого проекта в общем то вот вы все сейчас видите на экране да и можете зайти в группу вконтакте и почитать это уникальные фишки данного проекта. Поэтому заходите и играйте, как говорится. Ну, а мне добавить или что-то еще показать на данном проекте нечего. Можно только сказать, что сервер отличается крайней неустойчивостью. Есть фризы, постоянные, не подгруженные текстурки. Вот сейчас вы это тоже можете заметить. Крыши от непрорисованных остановок, макеты помойных бачков. Все это не прорисовывается. Надо постоянно перезаходить на сервер. Идут микролаги, микрофризы. Ничего приятного я здесь не увидел. Ну, а по самому проекту, ну, что тут скажешь. Это обычная рыдага. Действительно обычная рыдага. В очередной раз я не побоюсь своих же слов повторить. Я считаю, что это акт насилия над сборкой Red Age. Мне действительно искренне жаль ребят, которые создавали эту сборку. Ребят, которые держат до сих пор проект Red Age. Что их творение пошло по рукам, и каждый считает нужным над ним поиздеваться. Вот еще один очередной проект, который поиздевался над сборкой Red Age. Ну, это мое мнение. Если вам нравится то, что я показал, ну, и вообще хотите сами увидеть, то заходите, посмотрите, поиграйте. Может быть, вам это понравится. Ну, и спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok